Ну что, дорогие мои, это любимое место, это любимая точка созерцания Косовского Гука. Это любимое место купания наших групп. Мы, как вы поняли, уже опять отправились в путешествие. Сегодня 20 сентября. Мы сегодня обязательно искупаемся. Здесь ли или подмехалка в водопадах? Время покажет. Сейчас мы идем на подмехалка, но сейчас следующая часть наша о путешествиях, о тех маршрутах, о тех направлениях, которые мы реализуем. Довольно символично говорить в Косове, на Ивано-Франковщине о Тернопольщине. Это совершенно разные энергии. Тернопольщина, она вся мамочка, она материнская, там все мальчики, маменькины сыночки такие, мама-мама и так далее. Там очень тепло и комфортно, уютно. Ты наблюдаешь, гуляя по Тернополю, такое трепетное отношение к детям. Даже оно как бы удивляет. Да, мы все любим детей, щенков, котиков, но здесь дети в каком-то фетише находятся. Очень здорово. Тернополь стоит того, чтобы побыть в нем несколько часов, может быть где-то покушать и все, и больше там делать нечего. Нечего. Зато Тернопольщина, ребята, порядка 200 замков и крепостей разной сохранности. Пещеры, невероятные пещеры, каньоны, ну мест силы колоссальное количество. И, конечно же, первое наше путешествие по Тернопольщине было 9 дней. Это были замки, это были крепости, это были храмы, это были пещеры. Это был самый большой в Европе равнинный водопад, правда рукотворный, 16-метровый. Он, кстати, работает по исцелению обиды, страхов, очень хорошо. Я помню тогда, температура воды была 4 градуса, на улице было что-то не выше 11, моросил дождь. И наша группа где-то около полутора часов плескалась в этом водопаде, в его струях. Это было невероятное ощущение. Рядом мы нашли могилу красного дракона. Это пещера атлантов, там где Тернопольская культура единственное место в мире, где Тернопольщины жили под землей. Я думаю, что не единственное, единственное найденное, где просматриваются коридоры 4-5 измерения. Был случай, когда директор заповедника попал в эти коридоры, просто, как он говорит, задумавшись. Я понимаю по-иному, он вошел, задумавшись в медитативное состояние и выпал в другое измерение. А когда испугался, его выбросило назад. Очень здорово, нам понравилось. Нам понравилось в гостях у человека горы. Его сын Любчик, это фантастический мальчик. Он нас водил 3,5 часа по дну Сарматского моря, которая сегодня является гипсовой пещерой. Это невероятные фантастические ощущения и впечатления. Потом это все увенчалось прекрасным обедом. Это было что-то. И, конечно же, завершение древней алтарь над обрывом, над рекой, небосвод, медитативные полудрема. Не хочется никуда уходить. И это финиш нашего путешествия. Динамичные 9 дней, 9 ночей, прекрасное общение, интереснейшие люди. Нас сопровождал Архангел Михаил и его семья. Это было удивительное путешествие. Мы, конечно, его будем повторять и повторять. Причем есть варианты. От одного дня посещение двух пещер, водопада и, собственно говоря, вот этого обрыва над каньоном, великолепного. И оно того стоит. Это лучшее из того, что мы посетили за 9 дней. Я вам честно скажу. Там были еще моменты. И вот за счет этих моментов и то, что мы еще не увидели, есть возможность Тернопольщину развивать на любое количество дней. Но вот супер минимум это за 1-2 дня, конечно, посетить вот эти места я очень рекомендую. Это вы никогда не забудете эти впечатления. И самое интересное, что эти места так толерантно работают с нами. А дары потом мы собирали очень и очень долго. Поэтому, дорогие, вот такое направление Тернопольщины у нас есть в нашем листе. Тернопольщины у нас есть в нашем листе.